Германию обвинили в безумном импорте из России. Посол страны самых смелых президентов в Берлине Андрей Мельник прокомментировал статистику об увеличении товарооборота между Москвой и Берлином, причем немцы покупают больше, а платят еще больше. И вот Мельник обвинил в Германию, назвав рост увеличения импорта из России на 60% безумным. Причем этот показатель зафиксировали за первый квартал 2022 года на фоне снижения торгового оборота уже между ФРГ и страной самых больших трезубов на почти 12%. Впрочем, это так, каприз художника, хотя врать не будем, кажется, ливерная колбаса разбушевалась. Ведь вот, немецкие друзья, несмотря на все закидоны одной очень бедной, но очень громкой страны, постоянно что-то обещают. Тут тебе и самоходные гаубицы, и пушечные зенитные машины Гепард, танки Леопард, правда, первой версии, но ведь обещали даже зенитно-ракетный комплекс Ирис. Единственно, потом начинаются странные вещи. Обещания есть, а техники нет. Вот гаубицы будут, но в лучшем случае к середине лета с первыми Леопардами проблемы, потому что эти танки списаны и находятся на хранении, и ими должен заниматься концерн Рейн Метал. С, правда, Гепардами все вроде бы хорошо, но вот же подстава, боеприпасы для них производят уже Швейцария, а там категорически не хотят, чтобы их оружие воевало где попало. Зажали, короче, хорошим людям нехорошие дяди игрушки. А с комплексом Ирис просто беда, потому что у армии его нету, и его надо еще произвести на заводе. И поставки будут в лучшем случае в октябре. И то, знаете, металл дорожает, газ вообще стал золотым, да и мало ли, доказано еще древними египтянами, ни одна стройка не укладывается ни в срок, ни в смету. Хотя, если честно, даже обещанные 5000 касок, которые больше похожи на ночные горшки, тоже до сих пор как-то не клеятся, и они тоже до сих пор не поставлены в стороне самых смелых президентов, кто уже и против Путина санкции вел, а Москва не сдается. И да, есть такое ощущение, что и это не конец истории. Дорогие друзья, в связи с отменой монетизации ютуба в России, вы теперь наша единственная надежда, что канал будет работать и дальше. Над проектом «Не конец истории» работают живые люди, которым нужна ваша поддержка. Всего лишь раз в месяц 50 рублей, а можно даже 100, позволит нам продолжать работать для вас, потому что нам это очень нравится, надеемся и вам тоже. Номер карты вы найдете в описании к этому ролику. Заранее огромное спасибо! Вместе победим!